Прямо едет. Всем привет. Мы сегодня с Алисой идем гулять. Будет обычный скучный влог. Ничего особенного. Выходные мы отдыхаем. Вчера вообще весь день дома просидели. Вечером только с Алисой вышли погуляли. А так балдели весь день. Правда я вчера вкусняшку одну приготовил. Сам не ожидал. Сделал такие пирожки картофельные внутри с фаршем. Взял картошку, отварил, размял, добавил муки, яйцо. Ну и как это как тесто получилось. На ладошечку раз. Потом фаршик предварительно обжаренный. Туда бабах. И формирую такой пирожочек и на сковородку с двух сторон обжариваю. Обалденно получилось. Вкуснятина. Просто космос. Юля с удовольствием вчера такой один пирожок съела. Я вчера съел. Но они сытные. Сытные получаются. Вот сегодня. А у меня еще осталось. Сегодня еще съел. Там еще три штуки. А мы с Лисюней сделали уроки сегодня. Да, доченька? И пошли гулять. Хотим сейчас прогуляться через парк, через сквер, дойти до пиццы и поесть пиццы. Купить домой еще для юляшки. Погода сегодня просто шикардос. Теплынь. Жара, можно сказать, даже. 31 градус. Весь парк людьми забит. Все жарят шашлыки. Кругом играет музыка. Все веселятся, отдыхают. Хотя завтра уже, в принципе, понедельник всем на работу. Но людям это не мешает отдыхать. Кубань наша обмельчалая. Видите, как сильно в этом году у нас Кубань обмелела. Нет воды в реке. Нету. Хотя дождей в этом году было, ну, вообще немало, как бы. Нормально в этом году с дождями все было. А речка пересохла. Вот я не знаю, как это так. Как так? Расскажите. Вот, кстати, ездили кататься мы в горную местность на лошадях. И там все время задавали вопросы. Дожди были? Грибы есть? Дождей, говорит, не было. Грибов нет. То есть, вот у нас в Краснодаре идут дожди. Например, в Станице даже дожди были. Причем хорошие такие сильные дожди. А до гор не доходят дождики. Может, в связи с этим-то речка-то у нас и пересохла. Ну, смотрите, какие люди свиньи. Ужас. Вот так вот они отдыхают здесь. Я вообще это, честно, если вообще не одобряю, есть платные беседки в парке. Неужели нельзя взять, арендовать там ее на 2-3 часа там, посидеть мясо, покушать цивильно, культурно. Там и туалеты есть, и все. И мусорки, то есть, ну, все ништяк. Нет, надо прийти в лес, насрать и уйти. И все, и безнаказанно. Куда делись-то? У нас во время пандемии казаки постоянно патрулировали. Всех ловили, штрафовали, кто выходил на улицу там без уважительной причины. Куда делись-то они? Чего они часто не ходят, никого не штрафуют? Бомжи какие-то тут в лесу теперь поселились у нас, живут. Мы вчера гуляли, 3 человека, 3 бомжа. Я лисистую мороженку покупаю. Он подходит, купи, говорит, девочке мороженку. Я говорю, я покупаю уже своей девочке мороженку. Иди, говорю, отсюда, вот дурачок. Реально, он пьяный стоит, его кент такой же. Ну, вообще-то, уж страшно. Знаешь, какой прикол? Я взяла с собой телефон, а он у него заряда нет. Вот и взяла телефон с собой. Да, но вот сейчас здесь по вечеру. Страшно, вечером страшно ходить, гулять. Ну, в смысле, не самому, а отпускать ребенка, вот даже одного. Так что, жители ЮМР, будьте бдительны. Сейчас в парке здесь живут бомжи. Детей вечером отпускайте аккуратно. Да, желательно присматривать за своими людьми. Чайки кого-то ловят. Рыбку нашли, наверное. Зависли. Во, во. Сегодня такой влог-болталка. Ну, я сразу всех предупредил, что он такой будет обычный, скучный. Ничего особенного я вам показать сегодня не смогу, потому что мы просто гуляем. В доме у нас, в станице, Лариса клеит обои вовсю. Вот. Ну, вроде хватает всего. Хватает. С компаньонами там. В общем, все будет хорошо. Все будет отлично и супер. Нам останется только после того, как она закончит, приехать, отмыть полностью весь дом, конечно. Кайфель отшоркать. Фартук, ламинат. Иди. Так давай, давай, иди. Я жду, когда ты. А я жду, когда ты пойдешь. Друг другу уступаем все, ребенок. Вот. А по поводу торчащих вот этих футерок, которым прикручивается смеситель, душ. Помните, да, я замечание такое Виталий сделал. Я говорю, ну, некрасиво же, может, можно как-то отпилить. На что он мне ответил, что нет, отпилить нельзя. А потом я читал комментарии. Опять же таки, спасибо вам большое. Мне несколько человек написали о том, что что за бред-то? Да мне просто можно, а нужно отпилить, чтобы душ стоял нормально. Чтобы было все красиво. Что за горе там у тебя, Виталя? И почему он не может этого сделать? Виталий, я все сказал, я говорю, давай отпили, сделай как положено. Он, ну, сначала возмутился, а потом сказал, да, все сделаем, все будет хорошо. Тормозить не забывай. Гонщица, велогонщица. Видите, как высохла Кубань. Просто песчаная пустыня. Вот так мы с Алисой потихонечку прошли через Рождественский парк, вышли на сквер. Через сквер мы сейчас пройдем прямо и до Платанового бульвара повернем на Платановый бульвар налево. Налево прогуляемся вдоль в него, затем мы свернем направо на Чекистов и дойдем до самой пиццерии. Дошли до конца сквера, Алиса захотела пить. Сейчас надо найти нам магазинчик, где-нибудь воды купить ей. Вкусная вода. Зашли в магазин «Морковь» возле бульвара. Все, идем дальше. Напилась. Все, идем теперь дальше. Через Платановый бульвар. Прошли бульвар, вышли на проспект. Красота. Давно я не гулял. Вон грецкий орех, смотрите. Уже поспел, уже можно собирать его. Но он обычно падает. И собирают его. Вон, видите, уже раскрылся. Вот мы и дошли. Алиса Мышковна ждет меня. Мы с Алисой уже в пиццерии. Алиса обожает 4 сыра. Все, поели, чтобы жирок не завязался. Алиса на велике. Я пешочком. До дома прогуляемся. Юле взяли пиццу, много мяса с собой. И десерт тут у нее. Торт «Сникерс». Пицца горячая, ароматная. Эх, вкуснятина. Надо пока тепленькая донести, чтобы Юляша покушала. Идем обратно. Солнце припекает. Алиса угоняет. Я за ней бегом почти бегу. Но иду я быстро достаточно. И солнце еще жарит. В общем, смог я весь. Сейчас домой зайду. Юлю пиццу угощу. Переоденусь. Футболку хотя бы сменю. А то правда что-то жарко весит в сумоке. Смотрите, смотрите. Видите птица? У нее там яйцо в клювике было. А она его разбивает. Смотри. Тихо, тихо. Она его это яйцо разбивает. Она его, похоже, съесть хочет. Я хочу его забрать. Интересно, что это за птица, Алиса? Я хочу забрать это яйцо. Не надо. Все. Она спрятала, наверное, его. Потому что нас увидела. Все, она улетела. Не надо туда, не ходи. Не ходи. Пойдем, доченька. Дочь, не ходи. Пусть будет яйцо. Пойдем. Она его закопала. Ну, закопала, значит, спрятала. Ну, значит, перетаскивает их, наверное. Там, где она гнездилась, видимо, опасность. Ну, видимо, там будет оборону. Кто-то, да, видимо, хочет растащить ее гнездо. Кстати, они орлы. Одного из них мы сейчас с Алисой видели. Он там в лесу, в кустах валяется, спит. Вот двое других какую-то принцессу тащат. Домой занесли маме пиццу. Сидит, трескает. На здоровье, приятного аппетита. Мы с Алисой пошли дальше гулять. Алиса обожает турники. И заставляет меня подтянуться 10 раз. И я что-то как-то не знаю, смогу ли я. 20 раз здесь. 20 раз здесь. 20 раз здесь. И с Лисушей дальше в Рождественский парк. В общем, приключения сегодня у нас такие. Погулять, да погулять. Ничего особенного. Даже рассказать нечего. Ничего не происходит, потому что... Вот в эти дни, ну, ничего не было. Ничего не происходило. Алиса с ребятами гуляет, играет. А я сижу на лавочке, жду ее. Короче, как-то так сегодня прошел наш день. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи, ребята.